Индикатор Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами познакомимся с использованием оборудования, входящего в состав поставки по краучастовскому проекту, для решения конкретных прикладных химических задач. Довольно часто в химии встает задача оттетровать слабую кислоту, присутствующую в каком-либо природном объекте. Обычное тетрование с использованием индикатора в данном случае не годится, поскольку индикатор не позволяет точно установить точку эквивалентности в этом случае. Поэтому нам с вами понадобится датчик ПРАЖ, входящий в состав поставки по краучастовскому проекту. Кроме самого датчика ПРАЖ, нам также потребуется магнитная мешалка, входящая в состав поставки для перемешивания исследуемого раствора, бюретка, с помощью которой мы будем отмерять точное количество раствора, щелочи. Нам понадобится программное обеспечение, программа «Практикум химии», которую необходимо установить на компьютер для адекватной работы датчика. Также нам с вами понадобится тетрованный раствор щелочи с известной концентрацией и сам исследуемый раствор. Перед началом работы стоит изучить методические указания по использованию цифровой лаборатории по химии, а также основные правила техники безопасности. В качестве исследуемого объекта у нас будет огуречный рассол. Это сложная смесь веществ, в состав которой входит уксусная кислота. Огурцы, в зависимости от того, соленые они или маринованные, имеют раствор различной кислотности. Анализ различных рассолов может быть использован, например, для определения срока засолки огурцов, для определения сорта огурцов, для определения того, какая хозяйка солила эти огурцы и многое другое. Мы отмеренное количество исследуемого раствора наливаем в стакан, который находится здесь. И включаем мешалку. Далее в этот раствор мы опускаем датчик PH. Датчик PH предварительно необходимо присоединить к USB-входу компьютера. Датчик следует погружать таким образом, чтобы раствор поднялся выше вырезов в нижней части датчика. Чтобы чувствительный шарик был полностью погружен в исследуемый раствор. И чтобы мешалка не касалась датчика. После того, как датчик приведен в соприкосновение с исследуемым раствором, мы запускаем программу практику химии. При этом открывается окно программы. Программа автоматически распознает тип датчика и выводит в систему координат, готовые к измерению. Нам с вами необходимо изменить показатель по оси Х с времени в секундах на ввод по нажатию. В верхней части окна мы можем поменять в зависимости от времени на ввод данных по нажатию. Это позволит нам запускать измерения каждый раз после добавления определенной порции титрованного раствора. После того, как мы настроили соответствующим образом диалоговое окно программы, мы начинаем титрование. Беретку налит раствор натрию Х с известной концентрацией, мы добавляем полмиллилитра натрию Х в исследуемый раствор. Перед началом титрования стоит установить начальное значение ПАЖ исследуемого раствора. Итак, выбираем отметить точку на графике. Запомнить точку на графике. ПАЖ данного раствора лежит между тремя и четырьмя. Это слабая, хитрая среда. Открываем кран беретки, покапливаем, добавляем полмиллилитра раствора щелчим. После добавления полмиллилитра раствора щелчим повторяем измерение. Внешний ПАЖ не изменился, но мы с вами увидим изменение ПАЖ, когда немножко изменим координаты, когда немножко изменим масштаб гравит. Добавляем еще полмиллилитра щелчим. И снова фиксируем данные. Легко заметить, что ПАЖ нашего раствора постепенно повышается. Происходит реакция нейтрализации. Программа автоматически подстраивает масштаб доли оси ординат, дабы мы могли наблюдать кривую. Легко заметить, что ПАЖ начинает повышаться, и мы, в общем-то, приближаемся к точке эквиваляности. Накопив достаточное количество измерений, мы можем получить кривую изменение ПАЖ исследуемого раствора в зависимости от номера точки. Каждый номер точки соответствует добавлению следующих половин, следующих полумиллилитра раствора щелочи. Зная, сколько щелочи у нас находится в растворе, мы можем найти объем щелочи, который необходим для достижения точки эквивалентности в исследуемом растворе, и найти концентрацию кислоты в этом самом растворе. Дабы график был более показательным, нам необходимо изменить масштаб представления графика в окне программы. Для этого мы завершаем измерение, меняем масштаб по оси Y, нижний предел будет разумно установить 3, верхний предел 14. Жмем ОК, график растягивается вдоль оси 1. Ну и дабы убрать пустое место справа от графика, изменим масштаб по оси X. Нижний предел оставляем 0, верхний предел зададим 14. Вот такой красивый график мы получили. Точка эквивалентности находится вот здесь, в точке перегиба кривой. Так изменяется праж огуречного рассола при добавлении травания его раствора гидроксидонатора. Использование индикатора не позволило бы нам установить точку эквивалентности и установить диапазон изменения праж с такой точностью. Это возможно только при использовании современных праж метра или датчиков праж. При использовании в качестве индикатора фенолфталиина интервал перехода фенолфталиина находится в районе 9pH. То есть вот здесь. Мы с вами получили бы неверные данные. При использовании в качестве индикатора метилово-оранжевого очень сложно установить наступление точки эквивалентности, потому что у метилово-оранжевого переходы окраски крайне сложно увидеть глазом. При использовании в качестве индикатора лакмуса, лакмоидного синего и других подобных ему веществ точка эквивалентности будет наступать либо раньше, либо позже в зависимости от сорта используемого лакмуса. Кроме того, раствор может быть окрашенным, например, при анализе различных соков растительных, или при анализе крови, или при анализе других биологических объектов, мы часто можем третиться с тем, что раствор окрашен. Например, исследуемый нами огуречный рассол при достижении определенного pH окрашивается в такой светло-желтый цвет, и присутствие индикатора эта окраска будет мешать адекватному установлению точки эквивалентности, точки конца тетравания. Нам известны концентрации натрия H, мы знаем объем натрия H, который понадобился для тетравания определенного известного объема нашей пробы, мы можем таким образом найти концентрацию уксусной кислоты в исследованной пробы. На графике, на полученной нами кривой, мы можем увидеть, что точки эквивалентности, в которой происходит полная нейтрализация присущего раствора кислоты, добавляемого основанием, это шестая точка. Шестая точка соответствует 3 мл прилитой щелочи. Нам известна концентрация раствора щелочи, использовался одномолярный раствор щелочи, одномолярный раствор натрия H. Нами было взято 50 мл пробы, 50 мл огуречного рассола. Исходя из этих данных, мы можем посчитать концентрацию уксусной кислоты в этом рассоле, и она составляет примерно 0,07 моль на литр. Что соответствует, в общем, скорее маринованному огонь, сам, чем соленый. После завершения измерений, датчик необходимо отсоединить от компьютера и тщательно промыть дистиллированной водой. Не сня прикасаться к рабочей части датчика ни руками, ни какими-либо твердыми предметами, только фильтровальной бумагой. После промывания обочей части датчика дистиллированной водой, его необходимо опустить в специальную бутылочку для хранения, в которой находится трехмалярный раствор хлорида калия. В таком состоянии датчик ПРАЖ может быть сохранен для всех последующих экспериментов. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами познакомимся с использованием датчика электропроводности, входящего в состав поставки Курчатского проекта, для определения малых металлов в растворах в малых концентрациях. Определение металлов в водных растворах, причем если они там присутствуют в малых концентрациях, задача практически весьма важная. Например, она используется очень широко при анализе питьевой воды. Нам предстоит определить концентрацию алюминия в водном растворе, имитирующем загрязненную воду. Для этого нам понадобится датчик электропроводности, входящий в состав поставки Курчатского проекта. Нам понадобится магнитная мешалка с магнитом для перемешивания исследуемого раствора. Нам понадобится бюретка, наполненная титрованным раствором щелочи. Нам понадобится компьютер, на котором заранее установлено программное обеспечение для работы с датчиком электропроводности. В стакан мы помещаем исследуемый раствор, включаем мешалку. И опускаем датчик электропроводности, так, чтобы электроды на его конце были полностью погружены в жидкость. После этого мы запускаем программу практикум по химии, которая идентифицирует наш датчик как датчик электропроводности и открывает соответствующее диалоговое окно. Нам необходимо перейти от развертки по времени к развертке по нажатию. Для этого в верхней части диалогового окна мы изменяем застройку в зависимости от времени, но на ввод данных по нажатию. После этого измеряем электропроводность исходного раствора. Запускаем измерение. Запоминаем эту точку на графике. Дальше мы приливаем раствор щелочи порциями по 0,2 мл. И после каждого прибавления щелочи повторяем измерение. При реакции щелочи с ионами алюминия в водном растворе образуется гидроксид алюминия, который является малодисцирующим соединением. Количество ионов в растворе уменьшается и электропроводность раствора падает, либо не возрастает при добавлении новых порций щелочек. В растворе образуется гидроксид алюминия, точка эквивалентности где-то рядом. После проведения необходимого количества измерений мы выключаем мешалку. Вынимаем из раствора электрод. Татчик электропроводности. И тщательно ополаскиваем его дистиллированной водой. На графике необходимо изменить масштаб по оси абсцесса 1а, дабы с ним было удобно работать. Мы завершаем измерение. Меняем масштаб по оси Y. Нижний предел будет разумно установить 7, верхний предел, наверное, в районе 14. Меняем масштаб по оси X. Нижний предел от 0, верхний предел от 14. На приведенном графике мы можем видеть точку перегиба. Она слабо выражена, но если присмотреться, мы можем увидеть, что здесь мы наблюдаем медленное-медленное-медленное повышение электропроводности, вызванное, с одной стороны, добавлением новых ионов в раствор в виде гидроксида натрия, но это компенсируется выпадением в осадок образованием малодисцирующего соединения гидроксида алюминия. После точки перегиба мы наблюдаем более или менее линейное возрастание электропроводности раствора, вызванное просто прибавлением раствора гидроксида натрия. После того, как гидроксид алюминия выпал полностью, он уже не тормозит повышение электропроводности раствора. Точка перегиба соответствует девятому прибавлению. Девятое прибавление это 1,8 мл однонормального раствора натрия ВАЖ. Нами было взято 50 мл исходного раствора. Таким образом, проведя некоторые вычисления, мы можем определить концентрацию ионов алюминия в исследуемом растворе. После проведения вычисления мы можем сделать вывод о том, что концентрация ионов алюминия в исследуемом растворе составляет примерно 0,011 моль на литр. Таким образом, мы можем, используя датчик электропроводности, определять концентрации ионов металлов не только алюминия, но и других тяжелых металлов в водных растворах в маленьких концентрациях с достаточно высокой точностью. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok